Нет насилию в семье. Под таким названием в городе проходит республиканская акция по предупреждению и пресечению бытового насилия. Организаторами выступает местная полицейская служба и общественный фонд «Центр семьи». Как отмечают специалисты, такие акции дают свои результаты. С начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преступления в отношении женщин уменьшились на 14,8%. Домашнее насилие – реальная угроза семье. В нашем городе с начала года было зафиксировано 14 фактов бытового насилия. Чтобы такие случаи уменьшились, была проведена на площади акция «Нет насилию в семье». Акция проводится с 24 по 27 июня на территории всей республики. На протяжении этого периода сотрудники местной полицейской службы и представители общественного фонда «Центр семьи» в разных районах города, прямо на улице, организовали работу консультационных площадок. Целями акции является предупреждение и пресечение бытового насилия, охрана материнства и детства, укрепление роли семьи в обществе. По словам старшего инспектора по защите женщин от насилия, о большинстве случаев бытового насилия сообщают молодые люди, ставшие свидетелями семейных разборок. Люди очень заинтересованы, особенно молодежь. Молодежь сейчас очень познавательная, очень интересующаяся определенными моментами. Бывают многие моменты, когда именно обращаются на канал 102, молодые люди указывают те факты, что в определенных из квартир по такому-то адресу проходит семейный скандал. Они переживают. Это очень хорошая черта. Я считаю, что это гражданский долг каждого гражданина. В рамках акции «Нет насилию семье» было роздано более ста брошюр с контактными телефонами кризисного центра. Представители общественного фонда «Центр семьи» рассказали, что там подвергшиеся бытовому насилию граждане смогут получить консультацию юриста и психолога. Однако многие просто стесняются говорить правду, что приводит к плачевным результатам. Конечно, это наш менталитет, наш национальный менталитет, буду говорить. Не выносить ссоры из избы. Действительно, яд пулат, бармая куям полиция. Но когда дело доходит уже до такого состояния, что вмешательство полиции, вмешательство скорой помощи, где нужна действительно медицинская помощь, где она действительно подверглась физическому насилию, как и дети, как и женщина, тогда уже, конечно, это уже запущено, я считаю. Помимо консультации, организаторы напомнили гражданам о том, что все лица в случае попадания в трудную жизненную ситуацию, вследствие насилия или угрозы насилия, могут обращаться на горячую линию 102. В ходе акции была заметна заинтересованность горожан в данной теме. Всего было проинформировано более тысячи людей. Я впервые сталкиваюсь с тем, что такая акция, а в принципе, я, конечно, считаю, что это очень нужное мероприятие, потому что трудно всем живется, проблем много. Узнала, что куда можно обращаться людям, конечно. Это меня, в общем-то, заинтересовало, честно говоря. На данный момент в рамках акции оказана социальная и психологическая помощь девяти обратившимся гражданам. Согласно статистике, в семье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост преступлений в сфере семейно-бытовых отношений на два случая. Однако преступления в отношении женщин уменьшились с 1531 до 1304, что меньше на 227 фактов.